Людмила Гончарова – молодой педагог. Пошла по стопам своей старшей сестры, которая также работает в 18-й школе. Это настоящая преемственность поколений. Зачастую сестры советуются друг с другом, делятся идеями и новыми методиками. Самая лучшая оценка их работы – результаты, которые показывают их ученики. Сейчас мой класс является практически лидером в школе. Атаман школы – это наш мальчик Максим Жуков, два заместителя – это тоже мои мальчики, ребята из моего класса. И вообще мы занимаем все спортивные мероприятия в школе, первые места, кубки занимаем. Меняются учителя опытом, улучшаем качество работы не только учителя, учитель-казах-наставник, директор школы и казачье общество. 18-я школа в селе Юровка стала первой и пока единственной казачьей школой в Анапе. Сейчас в ней обучается более 360 детей. По словам атамана районного казачьего общества, в Анапе будут открываться новые казачьи классы. Один из них не так давно появился в школе села Супсех. Мы должны учитывать интересы и применять на наших детях все то, чтобы воспитывать грамотных, политически подкованных людей для нашего общества, для государства. Традиционно семинар приурочен к месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы и проходит в Анапе уже более 15 лет. Педагоги обсудили волнующие их вопросы по развитию образования и составили список мероприятий на год. Кубанские казаки поблагодарили анапские организации за активное сотрудничество.